В Беларуси с 1 сентября изменится базовая ставка. Это уже второе повышение за год. Сейчас сумма 228 рублей, через две недели станет 235. Благодаря этому увеличится уровень зарплаты бюджетников и других приравненных к ним по оплате труда работников. Социальная сфера – одна из приоритетных в политике государства. В преддверии учебного года Санэпидслужба проводит мониторинги торговых объектов, уже под запретом продажи более трех тысяч товаров для детей. Это обувь, одежда, рюкзаки, канцелярские принадлежности. Основные нарушения – неправильные условия охранения, отсутствие маркировки и документов о качестве изделий. Из-за жары в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. В прогнозе – плюс 30. В знойную погоду опаснее всего находиться на улице с 12.00 до 16.00. В это время стоит использовать крем с СПФ-защитой, больше пить воды и стараться кушать легкую пищу. Овощи, фрукты, рыбу, курицу, холодные супы. А также стоит помнить о правилах безопасности на водоемах. В Бобруйском районе на пожаре пострадала 61-летняя пенсионерка. ЧП произошло на прошлой неделе в садоводческом товариществе. Когда женщина работала в огороде, ее дом загорелся. Хозяйка бросилась внутрь за документами и получила ожоги. Спасателей вызвали соседей. Причина возгорания выясняется. Управление по труду, занятости, социальной защите Бобруйского гурсполкома информирует о возможности переселения безработного и членов его семьи в сельскую местность с предоставлением жилья. Плюс гарантированы выплаты более 3000 белорусских рублей. Узнать подробности можно по адресу Гоголя 7 или по телефону 70 95 34.